Многие даже остались только руины, а есть еще люди живые, которые помнят от и до. 2 апреля основатель Курагинского музея Николай Челеев отметил свое 80-летие. Накануне в Курагинской школе номер один состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие краеведы района и школьники. В презентации, которую представил Курагинский краеведческий музей, деятельность Николая Челеева по сохранению истории родной земли была соединена со знаменательной датой, которой готовится отметить поселок Курагина – 390-летием. Всегда все равно он занимался краеведением, всегда кто-то около него был. И вот благодаря ему у нас есть горно-геологический музей на Ирбе. Почему? Потому что он своим энтузиазмом подвиг главного геолога Ирбинского родника, чтобы искать материалы на создание будущего горно-геологического музея. Виновник торжества поделился воспоминаниями, как на одном энтузиазме они со школьниками и педагогами-единомышленниками занимались поисковой работой. Весь Курагинский район параллельно пришлось объезжать соответственно с лексами о международном положении. Школьники в небольшом театрализованном представлении рассказали о том, что в Курагинском районе множество интересных мест. Николай Васильевич нам рассказывал, что Шалабольская писаница – это крупнейший памятник древнего наскального творчества. Она располагается в 35 километрах к западу от поселка Курагина, на правом берегу реки Тубы. На скальные рисунки в Шалабольской писанице на несколько тысяч лет старше сальних египских пирамидов. Ух ты, интересно. А кто нам был из дороги показывать? Николай Васильевич, он все знает. А помните, как мы с ним участвовали в археологических раскопках? И как искали экспонаты для нашего Курагинского музея? Да, помню. Было интересно. Я еще помню, как мы на мотоцикле ездили и фотографировали ветеранов с ординами. Слова благодарности юбиляру выразили заместитель главы района Татьяна Родкина и все те, кто с ним до сих пор тесно сотрудничает. Разрешите поздравить вас с руководством района, с вашим замечательным юбилеем, который неразрывно связан с Эстонией района. Приятными моментами встречи стали выступления юных исполнительниц, которые спели песню о родной для всех нас реке Тубе. Ах, ты речка, светлое колечко, Больное, прибольное житье. Ах, ты речка голубая, Ты волнуешь сердцем мир, А тебе поются яды На сибирской стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова